В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Разрушение покрытия на детской площадке в парке Зернова и другие недочеты при строительстве. Очередное вращение в городской дозор. Петелька за петелькой в музей народной игрушки открылась новая выставка. Воспитанники Дюшикар победителя открытого турнира по футболу в Кстове. Далее расскажем обо всем подробно. Детская площадка в парке имени Зернова была сдана в декабре прошлого года. Хотя, согласно документам, все строительные работы должны были быть завершены еще в середине сентября. После того, как с новой площадки сошел снег, посетители парка увидели существенные недостатки и недочеты, допущенные подрядчикам. С вопросом, когда территорию семейного отдыха приведут в надлежащее состояние, саровчане обратились в рубрику «Городской дозор». Даже далеким от строительства людям было понятно, что уложенные в декабре на мерзлую землю покрытие новой детской площадки в парке Зернова «Весной придется переделывать». Местная жительница Ирина своими глазами наблюдала за ходом работ из окна своей квартиры. Увидев результат, она обратилась в администрацию города, подробно описав, какие недостатки на детской площадке всплыли весной. Вот эта мягкая площадка для деток, я считаю, она должна быть ровной. Смотрю, чтобы ребенок не оступился, не подвернул ногу. Плитка вся вздыбилась, бордюры, они не вровень, очень много гальки. В общем, впечатления после зимы самые худшие. Еще в декабре прошлого года на одном из комитетов депутаты высказали опасения, как скажется строительство при минусовых температурах на качестве и долговечности площадки. Наш руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев заверил собравшихся, что основные работы были проведены до наступления холодов и в соответствии со всеми регламентами. Сейчас основные работы это установка мап, потому что посадка этих растений, устройство дорожной тропиночной сети, они были завершены в основе своей, еще до снега, до холодов. Там на площадках будет покрытие гравит, то есть снег почистят, гравит рассыпят, ничего не препятствует. Все фундаменты для установки мап тоже были залиты еще до снега, до холодов. Однако сегодня мы имеем то, что имеем. Если бы монтаж новой детской площадки завершился, как и положено, к середине сентября 2018 года, то скорее всего переделывать что-либо этой весной необходимости не было. По словам Валерия Чухманова, начальника управления капитального строительства, к такому развитию событий они были готовы. И меры к устранению всех недостатков будут приняты уже в ближайшее время. У подрядчика есть гарантийное обязательство, и здесь я думаю, что мы в течение где-то 3 недели должны все поправить. То есть мы полностью будем перекладывать вот эту площадку, резиновые покрытия, и где-то по брусчатке есть уже места, где есть просевшие вот эти участки, все будет поправлено. По словам представителя УКСА, гарантийное обязательство подрядчик будет исполнять еще в течение 5 лет. Однако уже сегодня возникает множество вопросов, в частности, как принималась в эксплуатацию детская площадка, пользоваться которой сегодня можно только на свой страх и риск. Поддержка, защита прав и просто человеческое участие в судьбе каждого саровчанина с ограниченными возможностями здоровья. Саровское общество инвалидов занимается интеграцией человека с недугом в общество и помогает ему в социализации. О направлениях работает организация, проблемах и планах на будущее расскажем в следующем репортаже. Обозначить доступность общественных мест для людей с ограниченными возможностями через мобильные приложения, привлечь в ряды общественной организации новых участников, наладить постоянное взаимодействие и сотрудничество с городскими властями. Это только часть планов общества инвалидов на ближайшее будущее. В планах, конечно, организовать какой-то наподобие фонда по сбору, ну, каких-то, может, мизерных средств, кто поскольку может, которые будут направлены в помощь инвалидов. По последним данным, в Сарове проживает около 4 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В обществе инвалидов состоят менее половины из них. Между тем, организация выполняет важную для этой категории людей задачу, отстаивает их интерес на различных уровнях и занимается социализацией. Мы призываем всех инвалидов вступить в общество. Для чего? Чем более массово мы будем выглядеть на городском уровне, тем более городские какие-то власти, какие-то органы будут прислушиваться к нам. Членские износы по 50 рублей в год для многих оказываются непосильными, так как почти весь доход уходит на лечение. Общество инвалидов оказывает поддержку всем и предоставляет нуждающимся на безвозмездной основе инвалидные кресла, костыли, ходунки. Но их количество ограничено, поэтому организация примет любую помощь для пополнения арсенала средств реабилитации. Не все могут оказать финансовую помощь и перечислить денежные средства. Но здесь всегда ждут добровольцев, которые помогут протереть от пыли, отремонтировать и разложить по стеллажам средства реабилитации. Сейчас организации нужны люди, которые приведут складское помещение в порядок. Помощь специалистов потребуется при ремонте инвалидных кресел. Нужно будет проверить их состояние и заменить сломанные детали. По всем вопросам обращаться по телефону 3 17 21 или 3 50 11. С 22 апреля начинается прием заявлений на получение путевок в детский лагерь «Березка». Подать документы могут родители или законы представителей детей в возрасте от 6 до 15 лет. К заявлению необходимо приложить копию паспорта родителей, копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также справку с места учебы. Заявление принимают в офисе «Березки» по адресу Зернова, 35. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают на очередное занятие школы ответственного собственника. Оно пройдет в четверг, 25 апреля, в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17.30. Участникам встречи расскажут о государственной информационной системе ЖКХ. Это всероссийский ресурс, с помощью которого граждане могут получить исчерпывающую информацию о доме, в котором живут, включая возраст, степень износа, название управляющей компанией и другие сведения. 15-й лицей вошел в число 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. В рейтинге, который на днях опубликовал агентство РАЭКС, лица имени Юлия Борисовича Харитона расположился на 60-й строчке. Первое место занял московский Сунц. Юные саровчане могут попробовать свои силы в конкурсе детского рисунка «Майоросгвардия. Наследники Великой Победы». Победители определяют в трех номинациях. «Знаем, помним, гордимся», «Они сражались за Родину» и «Победа глазами детей». Работы, прошедшие отбор в округах войск Национальной Гвардии, опубликуют на официальном сайте ведомства. Лучшие из них выберут путем онлайн-голосования. Более подробная информация по телефону 5-28-08. В Музей народной игрушки открылась новая выставка. В экспозиции под названием «Петелька за петелькой» представлена работа участниц городского клуба «Свяжем сказку сами». Это объединение для любителей вязания крючком и спицами существует в Сарове более трех лет. Рукодельницы вяжут мягкие игрушки, украшения, талисманы и обереги. И каждый год показывают свои работы саровчанам. На выставке «Петелька за петелькой» представлено более ста работ. Здесь можно увидеть маленьких зайчиков, пушистых собачек, веселых снеговиков, поросят и интерьерные вязаные украшения. Все это создали рукодельницы семейного клуба «Свяжем сказку сами». Каждую субботу в течение уже трех лет увлеченные рукодельницы, увлеченные вязанием собираются у нас и творят, творят, творят петелька за петелькой. И сейчас в зале представлены их работы, которые были сделаны в течение этого года. Это уже вторая выставка рукодельниц. И в этом году работы клуба стали намного интереснее, аккуратнее и образнее. Считаю, что выставка получилась очень легкая, весенняя, праздничная, интересная и детям, и взрослым. Работы очень яркие, красивые и кого-то, может быть, натолкнут на занятие творчеством. Наталья Гуторина начала вязать крючком три года назад. Спустя несколько лет рукодельница представила свои работы на суд зрителя. В коллекции Натальи огромное количество мягких игрушек, бус и оберегов. Но больше всего она гордится вязаным украшением мандалой – картой вселенной. Это и ковер, на который можно с друзьями на полу сесть, и можно постелить на обычную кровать. Ну, может, даже это как и предмет антирелаксации. И вязать его было очень интересно и просто. Просто из-за того, что было. Ничего специально не покупалось, какие-то были кусочки, комочки. И то, что получилось, это, наверное, специально и не получится. Выставка «Петелька за петелькой» продлится до конца мая. Посмотреть экспозицию можно в Музее народной игрушки. 20 апреля по всей стране пройдет ежегодная сетевая акция в поддержку чтения «Библионочь-2019». Детские программы по традиции пройдут в рамках специального проекта «Библиосумерки». Площадкой всероссийской акции в нашем городе уже в девятый раз станет Центральной библиотекой имени Пушкина. Подробности о программе «Библиосумерок» расскажем в следующем репортаже. Тема вечера в библиотеке «Театральные пазлы» выбрана не случайно. Этот год в России объявлен годом театра. Кроме того, юбилей празднует и Саровский драматический театр. Мы решили объединить эти темы, взять их и ребят познакомить поближе с миром театра вообще и с нашим конкретно Саровским драматическим театром. Детские библиотекари готовят разнообразные площадки для гостей всех возрастов. Будет работать бутафорский цех «Арт-Венегрет», посетителям которого предложат своими руками сделать детали театрального реквизита. Площадка «Парад Маскарад» расскажет о карнавалах во всем мире. Будет работать театральный кукольный балаган. Ребята тоже будут, конечно, ставить экспромт-спектакли. Площадка «Ожившая книжка», где в ходе чтения будет рождаться какая-то история, которую будут воспроизводить сами ребята. Организовать праздник для гостей библиотекарям помогали социальные партнеры. Из детского сада номер 5, Саровского драматического театра, детской школы искусств, детской школы искусств номер 2 и не только. Нам помогать придут очень красивые действия. Представят клуб исторической реконструкции, молодежный цены представляет. Помогает студия танца в Задоринке. Площадку по душе найдут как самые маленькие гости вечера, так и ребята постарше и даже взрослые. Пройдя отдельные площадки, ребята смогут собрать театральные пазлы, получить приз. Библиосумерки в Центральной детской библиотеке имени Пушкина пройдут 20 апреля с 15 до 19 часов. Без возрастных ограничений. Саровские футболисты завоевали золотые медали открытого первенства, которое проходило в городе Кстове. Сразу троих игроков из команды «Дюшикар-2006» по результатам соревнований вызвали в сборную, в составе которой нашим ребятам предстоит сразиться с сильнейшими детскими спортивными школами России. На тренировки будущих чемпионов побывала наша съемочная группа. По мнению Егора Кудашова, залог успеха футбольной команды «Дюшикар-2006» на зимнем турнире в Кстове, это не только умение слушать тренера в период подготовки к соревнованиям. Как утверждает спортсмен, главное на поле – показать себя командой. Это командная игра, потому что если у одного не получается, поможет второй. А индивидуально это играет только один игрок, и там многое не получится. Результатами на турнире в Кстове Егор доволен. Его команда не потерпела ни одного поражения и абсолютно заслуженно забрала себе золотые медали. Несмотря на то, что Егор занимает позицию нападающего и реализует немало острых моментов на поле, центральным игроком команды он себя не считает. По моему мнению, это и вратарь, и нападающий. Так как вратарь – это полкоманды, а нападающий должен реализовывать свои моменты. Своими подопечными тренер команды Алексей Серебров гордится. Под его началом ребята стали лучшими среди 20 команд. В финале турнира они смогли нанести два поражения соперникам и две игры свести в ничью. Все это дало возможность по очкам оказаться на первом месте. Первая задача стала подготовиться к летнему сезону, но все-таки вторая задача, еще если окунуться в историю, два года назад по этому же возрасту мы там тоже стали чемпионами. И поэтому любое другое место для нас было как шаг назад. Еще одним показателем успеха нашей команды стало приглашение трех игроков на сборы на базу Изумрудной для подготовки к очень престижному турниру Эмерал Кап, который пройдет там же с 17 по 21 апреля. Сразу после выпуска новостей смотрите наш специальный проект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Юлия Павловна Шлаитова родом из деревни Крутец Шатковского района Горьковской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 10 лет. Но она отчетливо помнит все пережитые в то время ужасы. Каждый день тревога радио, газету, не помню, пионерская правда, по-моему, даже тогда была, после войны это хорошо помню уже была, пишут. Радио слушать не выключалось, оно, ну это такая черная тарелка, на стене висела, и все время слушаем, какие сведения будут. И ждешь писем. И как только письмо пришло, радость. А часто у кого-то у соседей похоронка приходит. Война – тяжелые испытания. Она не щадит никого и рушит все на своем пути. Но это трудное время объединяет людей. В годы Великой Отечественной все, от мала до велика, старались нести свой вклад в победу. Даже дети принимали активное участие. Работали в колхозах, ходили в лес за ягодами и лекарственными травами. На мой взгляд, война нас сплотила, научила дружить. Даже больше, дружнее вот дети стали. Да и взрослые просто понимали, что одна беда и вера была все время, что мы победим, что Советский Союз победит. После Великой Отечественной войны Юлия Павловна поступила в Арзамасский педагогический институт. Затем работала учителем русского языка в Тувинской области. В 1957 году женщина вышла замуж. Вместе с супругом приехала в Саров. На тот момент еще шатки один. И сразу отправилась на поиски работы. Работы учителю русского языка не оказалось. И меня направили во вторую школу. Организовывались за счет родителей группы продленного дня. И вот там я два года проработала. Еще год в техникуме, затем в институте. Семь лет проработала в школе-интернате номер один. А уже после 20 лет отдала 13-й школе. За годы работы у Юлии Павловны накопилось большое количество наград разных степеней. Выйдя на заслуженный отдых, женщина стала писать стихи и петь в хоре. Влюблена я в белый свет. Без любви и жизни нет. Потому живу давно. Жизнь – цветное полотно. Не гоняюсь за жар птицей. А довольствуюсь синицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова